Добрый день, меня зовут Мария Строева. Это мой блог об экономике России и о том, что и как влияет на экономику, на промышленность, а значит и на все общество. У нас сегодня в гостях замечательный эксперт, российский эксперт Михаил Крутихин, пожалуй, лучший, на мой взгляд, эксперт энергетической отрасли. Михаил Иванович, сразу спрошу, начнем от общего к частному, я так думаю. Сразу спрошу о том, что происходит с ценами на нефть, потому что вот сегодня я вижу уже многие пишут о том, какой разрыв между ценой на российскую нефть и ценой на бренд, как на образец ценовой. И понятно, что, скорее всего, разрыв увеличивается из-за введенных санкций, из-за того, что теперь совершенно другая логистика на нефть. Но, наверное, и дело в изменении спроса. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Ну, действительно, мы видим, что санкции, они не вводились против российской нефти, как таковой. Только несколько стран, это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Австралия, они заявили, что больше не будут покупать российскую нефть, российские нефтепродукты. Но помимо вот этих прямых отказов, большого эмбарго никто не вводит. Но практика показывает, что от российской нефти стали отказываться, сторониться, трейдеры, крупные трейдеры, которые обычно покупают большие партии нефти у российских компаний, а затем пристраивают их где-то на рынке. Если это не идет речь о долгосрочных контрактах, они вдруг обнаружили, что на аукционы по продаже российских партий нефти никто не приходит. Пошли скидки. Причем сначала скидки были не очень большие, потом они стали 20 долларов, 22 доллара за баррель. А сейчас уже до 35 долларов за один баррель нефти доходит скидка. Это не цена, это скидка. А покупателей все равно нет. То есть и часть нефти, она просто болтается в море или на рейдах в танкерах. Да, их отгрузили, все как полагается. Но вот непопулярна эта нефть. Публика объявляет, что извините, мы, возможно, будем ждать еще больше скидок, или мы вообще от нее откажемся по причинам репутационных. Как бы нас в будущем не обвинили в том, что мы помогаем режиму, который ведет агрессивную войну в Украине. И по этой причине вот начались большие трудности у российской нефтяной отрасли. То есть поскольку нефть не находит выхода наружу, на внешний рынок, часть этой нефти, ну, надо куда-то девать внутри России. В России нет и никогда не было стратегических резервных хранилищ для такой нефти. Потому что руководство еще Советского Союза говорило, это вот для тех стран, которые импортируют нефть, им нужно создавать такие подушки безопасности. А нам это все совершенно не обязательно. У нас нефть под землей, и мы можем оттуда взять сколько нам нужно. И вдруг получается вот такая вот система, когда девать-то ее некуда. И в трубах нефть стоит, танкеров, ну, не все танкеры получают отгрузку в портах. Из-за этого нефтяные компании уже вынуждены сворачивать тобычу. А скажите, пожалуйста, вот, кстати говоря, о танкерах. Сейчас ведь многие европейские порты закрываются для российских судов. Я так понимаю, что и для танкеров в том числе. Это тоже влияет? Дело тут немножко не так, потому что я как-то, ну, очень редко вижу суда под российским флагом. Потому что вообще суда в мире, большая часть таких вот торговых судов, они ходят под флагами Либерии, Бог знает кого-то еще, где налоговая система лучше, где регистрировать суда лучше. И флаг у них, приписки. Ну, порт приписки может быть Владивосток или Мурманск, а вот флаг, и когда говорят под российским флагом не хотим, то фактически это немножко не так. Потом, когда вводили вот это ограничение на суда под российским флагом, то там есть оговорка, если они не везут продовольствие, жизненно важные какие-то вещи, и энергоносители. То есть вот я бы не стал преувеличивать вот эту санкционную меру. Но главное сейчас это то, что у российских компаний возникло очень серьезное подозрение, что дальше будет еще хуже, и что им нужно куда-то либо эту нефть девать, либо сокращать добычу. И добычу стали сокращать. Если мы посмотрим, только с начала апреля, вот буквально несколько недель прошло, и вдруг мы видим, что компания «Роснефть» сократила добычу больше чем на 20%. А это крупнейшая нефтяная компания России за очень короткий период. Другие компании тоже сокращают добычу. И это означает, что им нужно, во-первых, отказаться от бурения новых скважин. Это первое, что дешевле всего обходится. И самое тяжелое для них – это вдруг надо ликвидировать старые скважины, те, которые работают. Пусть немного нефти, там старые какие-нибудь скважины, но они все-таки выдают какую-то часть нефти с минимальными затратами. Их приходится закрывать. Они малоэффективны. То есть вот дебет такой скважины, он не очень высокий, мало тонн нефти за сутки выходит, нужно ее закрывать. А поскольку она такая малоэффективная, то никто ее больше восстанавливать не будет. Потому что надо вот вместо старого насоса или старого станка-качалки нужно ставить что-то новое оборудование, это дорого для того микроскопического объема нефти, который давал эта скважина. Это же еще, извините, а, кстати, сразу задаю вопрос. А это оборудование новое, оно ведь не только дорогое, но ведь еще наверняка и импортное? Или оно производится в России? Оно в основном производится в России, хотя любили использовать иностранные погружные насосы. В скважину погружается такой вот, такая кишка длинный, электрический насос, который оттуда качает нефть. Да, ну, в принципе, можно российским оборудованием здесь обойтись. То есть серьезной проблемы вот тут нет для старых скважин. Но если их начнут закрывать, а что делать вообще вот без нефти-то? Вот тут уже большая проблема возникает. Во-первых, мы уже видим, что из-за того, что нефть дешевая и ограниченный спрос на российскую нефть, природный газ стал главным экспортным товаром вот в энергетических товарах. Больше Россия сейчас получает за газ, там цены высокие, и там тоже падает каким-то образом экспорт, но он не так сильно падает из-за того, что цена такая высокая. По цене газ сейчас обгоняет нефть. Но если все дело продолжится, там вообще грозят и от газа постепенно отказаться. Кто говорит, что за два года мы там откажемся в Европе, некоторые страны говорят. Кто говорит, 5-7 лет нужно, ну, там все по-разному, в разных странах. Но, тем не менее, газ тоже, вот мы посмотрели, у «Газпрома» на 26% упала реализация газа в дальнем зарубежье. Значит, там тоже дела не совсем хорошие. Это, значит, большой-большой удар по российскому бюджету, который получает деньги от экспорта, и вообще по российской экономике. То есть денег становится меньше. Но это даже не самое страшное. А самое страшное – это если начнут закрывать какие-то промыслы отдельно. Вот тут вы мне приводили такой пример для конкретной компании. Вот есть маленький поселок, где добывается в Западной Сибири 3 миллиона тонн нефти. Там в этом поселке 30 тысяч человек. Ну, хорошо, не нужна больше эта нефть. Вот закрыли эту добычу нефти таким-то образом. А 30 тысяч человек куда? А куда их девать? То есть когда, например, московский мэр начинает пугать всех, что у нас, извините, 200 тысяч человек из-за ухода иностранных компаний будут безработными, и мы их пристроим на работу горниками в парках культуры и отдых, то вот в Западной Сибири вот этих людей, которые без зарплаты, без средств к существованию остаются, вот куда их пристроить? Это уже гигантская проблема. Если вдруг, вот мы посчитали, если вдруг один только «Газпром» фактически прекратит значительную часть экспорта, большую часть экспорта, значит, там тоже никуда это не деть, нет никаких хранилищ. Ни в какую, вот как президент говорит, давайте на восток, давайте на юг перебросим. Там нету труб, которые заменили бы европейский экспорт. Ни по объемам, ни вот вообще по наличию этих труб даже их нет, кроме там небольшой относительно силы Сибири. Это все глупости, когда говорят, что что-то заменят. Газ куда? Это значит, надо закрывать промыслы. Это значит, надо закрывать. А «Газпром», вот сам «Газпром» – это 500 тысяч человек. А кроме этого, компаний, которые обслуживают «Газпром», это и строители, и электрики, и буровики, и бог знает сколько компаний, которые вот обеспечивают «Газпром» всем необходимым для того, чтобы тот продолжал добывать и транспортировать. И в принципе, если вдруг вот так упадет экспорт российского газа, как рассчитывают в Европе, в каком-то там временном отрезке, то мы будем иметь еще полтора миллиона безработных только в газовой отрасли. И в сопутствующих, естественно, каких-то компаниях. Вот это, ну ладно, там с финансами каким-то образом огромные проблемы будут. Ну, кто там видел эти финансы, пока дойдет до человека, вот то, что компания «Газпром» или кто-то еще отдает в бюджет. А тут-то вот это жизнь людей, занятых в этой отрасли. Это страшная безработица. Если уж мы упомянули финансы. Вот-вот ожидает Россия первые платежи за газ в рублях. Мы про это уже неоднократно вроде как пытались с экспертами говорить. И схема выясняется довольно простая. Все равно покупатель платит валютой долларами или евро, то есть что прописано в контракте. Дальше посредник, газ-посредник, который, значит, поставлен Россией, конвертирует это в рубли. Непонятно пока к какому курсу. И дальше, значит, продавец, то есть «Газпром» получает рубли. Как будет работать схема, непонятно. И точно так же непонятно, кто, собственно говоря, будет ей пользоваться. Кто подписался на то, чтобы покупать у России газ в рублях. Кремль официально, значит, ртом своего пресс-секретаря говорит о том, что эту информацию, наверное, лучше не обнародовать. Непонятно почему, но вот так. Поэтому никто, собственно говоря, не знает, сколько стран подписались на это. А значит, каков будет поток этих покупателей. Что-то известно экспертам на эту тему? И важно ли это вообще? Надо сразу учитывать, как это все началось. Ну, президент России сказал красиво, патриотично, что вот там, извините, дискредитировали себя доллар, евро. И теперь вот такой красивый рубль, который себя не дискредитировал нигде, вот за него им надо расплачиваться за российский газ. Он сказал, все ахнули. Начались звонки. И федеральный канцлер Германии, премьер-министр Италии стали звонить Путину и говорить, а что вообще-то, каким образом у компаний, которые покупают газ, нет никаких рублей. То есть абсолютно вот, ну, им рублями никогда ни за что не платили этим компаниям. То есть рубль как-то не очень котируется за границей. Чем мы, каким образом платить будем-то? Потом, курс абсолютно непонятен. Это у вас, как вообще вы собираетесь этим заниматься? Третье, у вас в контрактах что написано? У вас в контрактах написано евро или доллар. Мало того, там написано, по какой схеме идет, по какому графику идут платежи. Все сделано. Вы что, хотите в одностороннем порядке отказаться от контрактов? Это значит, нам надо идти в арбитраж, говорить, что вы нарушили условия контрактов, подвергать вас таким-то финансовым карам и вообще разрывать с вами отношения торговые и так далее. Спохватились. Глупость ляпнули. Вот, ну, не ляпнули, а ляпнули. Жуткую, совершенно некомпетентную глупость. Значит, надо как-то выходить из положения. Придумали схему, которая вроде бы красивая, вроде бы платится в рублях, а на самом деле туфта. То есть никто в рублях ничего не платит. Придумали такую схему, издали указ, президент указ подписал. Это значит, вот компания, которая платила в евро и в долларах, она снова будет платить в евро и в долларах, но только в один банк, в Газпромбанк. А там уже в банке, ну, президент тут соврал, когда он сказал, что вот эти компании западные будут открывать специальные счета в Газпромбанке. Это все не так, потому что Газпромбанк будет сам открывать для них счета и принимать вот эти иностранные валюты, эти деньги, а потом сам будет связываться с теми внутри уже российскими организациями, которые дадут ему рубли за доллары, и доллары потом перечислять Газпрому. Это все не имеет никакого отношения к тем, кто покупает газ. Это туфта, это ширма, это вот украшение какое-то, бог знает какое украшение, чтобы только спасти физиономию после вот того неуплюжего выпада российского президента. А сейчас все осталось то же самое. Когда говорят, вот кто-то согласился платить, ну, во-первых, там рублей никаких нет у того, кто согласился. Ну, просто согласился с этой схемой. Да, хорошо, мы все понимаем, вся эта схема будет. Ну, все продолжается. Вот в чем дело. Там из-за этого пригрозили России другой схемой. Сказали, вы знаете, если вы так настаиваете, вы там боитесь, что санкции могут там банкам каким-то повредить еще, давайте вот использовать счета S-Crow. А что это такое? Это покупатели российского газа получают газ и платят за него, да, на особый специальный счет под названием счет S-Crow. Но взять с него деньги, вот Газпром сможет только в том случае, если он докажет, что эти средства не пойдут на финансирование войны в Украине и прочих вот таких фокусов агрессивных. Вот что это такое. То есть деньги вроде заплатили, а Газпром их никак получить, вообще Россия никак получить не может, потому что надо доказывать, что это не торговое отношение в области энергопоставок, а это совсем другие дела, что это не кровавые деньги будут. Вот от этой угрозы, от этой угрозы попытались отойти вот изданием этого самого указа. Ну, пригрозили там в Европе. Ах, извините, мы все поняли. Вот смотрите, какой красивый, вроде патриотический. Ну, вот больше мне не очень хочется обсуждать вот эту ширму. Тут абсолютно, да, не стоит абсолютно, тем более, что мы скоро увидим, как вообще это действует и действует ли. На самом деле, да, это не меняет ничего по сути в этой консерватории. Поскольку совершенно очевидно, что все происходящее ускорит отказ западного мира от российских энергоносителей. То вот сейчас, например, в Европе я вижу, вот у нас, например, в Чехии в частности, очень много внимания уделяется атомным электростанциям, потому что это рассматривается как альтернатива энергетическая в том числе. И тут возникает сразу вопрос у тех стран, чьи вот эти электростанции атомные построены по советскому образцу топлива. Потому что очень многие, естественно, покупали топливо для АЭС у России. Теперь страны говорят о том, что надо от него отказываться. Насколько реально отказаться от российского топлива для АЭС? Ну, действительно, в Европе примерно 40% урана, который идет на топливо электростанции, они поставляются из двух стран – это Казахстан и Россия. Вот чтобы отказаться от российской части этого топлива, это можно сделать. Пример, Украина. Они получают сейчас американское топливо. Вот те топливные элементы, которые используются на электростанциях, да, пожалуйста, можно это сделать. Никаких особых проблем не будет, вполне можно договориться. Так что я не думаю. А то, что многие страны притормозили планы по выводу из эксплуатации атомных электростанций, да, это реальная вещь. Задумались об этом в Германии, задумались в Швеции, потому что там, в общем-то, очень активно шла вот эта программа, там 13 реакторов было, они постепенно должны были выведены из эксплуатации. Нет, вы посмотрите планы Китая. Это чудовищный, гигантский план развития атомной энергетики. То есть, ну, такого не было. Строят и строят, и строят, и будут дальше строить атомные электростанции. Когда у нас говорят там, о, Китай будет нуждаться в российском газе там или еще чем-то. Вы посмотрите на то, что строит, что есть, что строится и что будет. Там на угле будет вот, ну, через где-то после 25-го года где-то 40% и 48% – это возобновляемая энергетика, где главную роль будут играть ядерные станции в этой возобновляемой энергетике и гидростанции. Там газ, потребление газа, оно увеличивается, ну, в очень смешных каких-то… Китаю много газа не надо будет, вот если мы… Мы как-то вот это не учитываем. Мы думаем, там они вот поглотят чуть-чуть не весь вообще газ со всей планеты. Нет, там все совершенно по-другому. Я считаю, что при современном развитии атомной энергетики, при новых моделях реакторов, более надежных, ну, в принципе, надежных, гарантированно надежных, как я могу предположить. Я разговариваю со специалистами очень часто, то это могло бы быть серьезным решением и для Европы тоже. То, что Вашингтон объявил о исторически небывалом размораживании нефтяных резервов, может сказаться на рынке? И каким образом? Они это сделали для обуздания инфляции, как было объявлено. Да, не только они, там сразу несколько стран объявили. В Америке самое большое, вот в Соединенных Штатах Америки, самый большой вклад вот в эту акцию. Ну, посмотрите, рынок-то практически ничего не заметит. А заметили кто? Заметили те, кто на финансовом рынке играет вот фьючерными контрактами, вот этими бумажками, которые на каждый месяц, там, вперед на год, а то и больше. В общем, есть вот такие фьючерные контракты. Ах, так говорит? Вот говорит рынок. Вот хорошо, сейчас несколько могут снизиться на протяжении, там, двух-трех месяцев вот эти цены. А вы посмотрите на фьючерные контракты после этого срока. Они взлетели вверх. Почему? Потому что американцам надо будет докупать нефть, чтобы пополнять свои стратегические вот эти резервные запасы. И тогда нефть снова начнет дорожать. Поэтому я бы на это большое внимание не обращал. Обратил бы внимание на совершенно другие вещи, если по нефти. Вот если уж на Соединенные Штаты смотреть. Первое. Вдруг Байден неожиданно стал давать разрешение, выдавать лицензии на разведку и добычу нефти на федеральных территориях. То есть то, что начинал Трамп когда-то, и то, что придавил, придушил Байден, когда пришел во власть. Вдруг поняли, что Трамп правильно делал все вот тогда в отношении американской нефтегазовой отрасли. Приходится вот туда вот и уговаривать еще компаний, давайте начинайте там как можно больше разведывать, добывать, чтобы было больше нефти в Соединенных Штатах. И действительно действует. Вот я посмотрел увеличение числа заявок на бурение горизонтальных скважин в самом продуктивном нефтяном бассейне в Америке Пермиан. Там взлетели вот число этих заявок, а горизонтальная скважина – это в сланцевых породах, бурится, потом там делают гидроразрыв этой скважины, и потом оттуда идет нефть, газ и все, что надо. И то есть вот Соединенные Штаты Америки действительно прилагают какие-то усилия для того, чтобы увеличить добычу нефти. Это по добыче. Там пойдет какое-то увеличение совершенно точно, это очень быстро. А потом надо посмотреть, если уж мы про нефть говорим, на ту страну, которая больше всего потребляет этой нефть, это на Китай. А вы поглядите, там снижается. Там вот экономическая ситуация, она такая скользкая сейчас, что то и дело, кажется, там все, вот смотрите, что в Шанхае делается. То есть город 25 миллионов человек закрыт, там, в общем, чуть не террор на улицах, террор властей. Какая тут экономика, какое развитие экономики может быть? И в Китае ситуация такая, что там может вот потребление электроэнергии, и вообще энергоносителей очень резко упасть в течение короткого срока. И когда мы говорят, что, вы знаете, нефти может не хватать, потому что вот там в ОПЕК есть потенциал расширения добычи, он не такой уж велик, да еще и Россия тут тоже со своим сокращением добычи. А вы посмотрите по спросу, посмотрите на другие страны, на другие проекты. Там все очень сложно, и я не предполагаю, что будет такой драматический дефицит нефти на рынке, который позволил бы думать о том, что давайте пусть Россия выпустит побольше нефти. Нет, нет, вот такого стимула для отказа от эмбарго российской нефти не будет. Правильно ли я понимаю, что все происходящее может привести даже без учета прямого влияния войны, которую Россия ведет на территории чужого государства, все это может привести к перестройке вообще структуры российской экономики? О, прямо те же самые слова, которые сегодня, по-моему, по-моему, сегодня на заседании в Думе показала Эльвира Сахебзадовна Набиулина. Она сказала трансформация, но это прозвучало как... Но она просто структура, она говорит, это структурные будут изменения. То есть фактически она сказала, что вот, ну, давайте прямо говорить без бантики, как говорили, что крафт российской экономики наступит в третьем квартале, а может быть даже и во втором. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях сегодня был Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового сектора. И я, Мария Строева. Увидимся в следующую пятницу. До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok